Привет, друзья! С вами Вялов Сергеев, астроэнтеролог, гипотолог, кандидат в медицинских наук, автор старших стадий научных работ и прекрасные книги «Желудочные войны». Вот она. И еще более прекрасные гастрокниги. Итак, сегодня, как я и обещал, у нас будет небольшой разбор исследования, то есть медицинская новость. Буквально недавно завершился Международный печеночный конгресс, который много вместил в себя разных результатов исследований, и одно из них действительно заслуживает внимания. Смотрите, вот у меня есть публикация, я показываю ее вам. Я по ней коротенечко пройдусь. Это резюме по исследованию, которое помогла сделать Бекки Маккол. Исследование проводилось в Америке и в Дании. Очень интересное исследование. Камила Хансен его делала. Это отделение гастронтерологии и гипотологии, Оденский университет, госпиталь университетский в Дании. И докладывала эти результаты на печеночном конгрессе. Так вот, они изучали людей, у которых есть жировая болезнь печени и сахарный диабет. Почему такое сочетание выбирается? Потому что сахарный диабет обычно является последствием жировой болезни печени и дополнительно усугубляет ситуацию с печенью. И поэтому такое сочетание сложнее лечить и, соответственно, оно более показательно в отношении того, какие результаты мы получаем. Если уж в этом сочетание работает, то отдельно при жировой болезни печени точно будет работать и отдельно при сахарном диабете тем более. Так вот, какая была гипотеза? Гипотеза была следующая, что есть у нас диета с низким содержанием жиров. И обычно ее всегда и рекомендуют. Но есть диета с низким содержанием жиров. Состав ее сложно померить, соблюдать ее тоже достаточно сложно. А вот более модная на сегодняшний день диета с низким содержанием углеводов и с высоким содержанием жиров, ну, она почему-то популярность набирает, она исходно пошла из эпилепсии и некая аналогия с кето-диетой. И поэтому решили изучить, как вот обычная диета, низкожировая, влияет на печень. И сравнить, как она, как влияет низкоуглеводная, высокожировая диета. То есть, как бы, прям противоположные вещи, по сути, мало жиров и много жиров. Но чтобы узнать, как диета с большим количеством жиров влияет на печень, нужна обязательно группа, с которой сравнить. Ну, то есть, чтобы с чем сравнить? Не просто вот так абстрактно, да? А давайте возьмем одну диету, которая уже базовой является, и таких же людей соберем, у которых такая же проблема с печенью, чтобы мы могли видеть, какой эффект эта диета оказывает не в принципе на болезнь, а по сравнению с чем-то. Поэтому добавили группу сравнений. Итого, значит, что же мы имеем? Взяли 110 человек. 110 человек, у всех был сахарный диабет, у всех была жировая болезнь печени, разный возрастной диапазон от 18 до 78 лет. Всех перепроверили и поровну поделили примерно на две группы. Одна группа, в которой было мало жира, такая диета, а вторая группа, в которой было мало углеводов и много жира. И на 6 месяцев их посадили на эту диету. И самое интересное, и даже все исследователи это отмечают, в том числе Стефан Харрисон из Оксфордского университета тоже сделал такое замечание, что очень важно, что оценивалось в этом исследовании не только просто состояние печени по анализам или по всему чему-то еще, но и брали биопсию из печени до и после. То есть прям протыкали печень иголкой, брали оттуда кусочек до исследования, смотрели, что там вообще по структуре есть, а потом, когда исследование заканчивалось, повторную биопсию делали, и тут тоже брали кусочек и смотрели. Вот получается объективная разница, прям на клеточном уровне это все было видно. И мерили еще показатели сахара, поскольку диабет, и показатели холестерина, поскольку жировая болезнь печени. И все это оценивалось в сравнении. Ну, очень интересно на самом деле. Вот. И, значит, у них были вот эти биопсии, которые исследователи оценивали вслепую. То есть, когда один доктор берет биопсию, передает с кодовым названием этот материал другому доктору, который не знает вообще, из какой группы этот пациент, чтобы, ну, никак не подтасовали ничего, что ли. Вот. То есть, таким образом, доктор, который проверяет вот эту биопсию, он реально не в курсе чьяна. То есть, это более объективная оценка. И поэтому такое исследование называется слепое. Значит, и участники два раза приходили, значит, вернее, у них было три визита. Первый визит стартовый, потом через три месяца их состояние оценивали, через шесть месяцев. То есть, достаточно часто и объективно. И самое главное, они ежедневно заполняли в специальный онлайн дневник, который оценивали диетологи, смотрели, правильно ли они все соблюдают, придерживаются или не придерживаются. И тех, кто косячил, ну, их отбраковывали из исследования, если они что-то нарушали. Вот. То есть, остались только те, кто реально все это выполнял и точно все контролировал. Кроме того, контролировали уровень сахара по определению гликированного гемоглобина. То есть, как показатель, это интегральный показатель, он показывает не в моменте сахар, а в течение нескольких недель до сдачи анализа, были ли скачки. Итого получается, что на старте у людей были скачки по сахару, и стартовый гликированный гемоглобин был повышенный. А когда они соблюдали исследование, вот тогда этот гликированный гемоглобин как раз и отражал историю скачков сахара в течение периода, пока исследование шло, пока они на диете сидели. Вот. И оценивали еще индекс активности неалкогольной жировой болезни печени. Это специальный показатель, который говорит, насколько интенсивно происходит воспаление в печени. Так. И всех пациентов подобрали таким образом, что средний возраст у них был там 55-57 лет, примерно 60% были женщины, примерно 90% имели метаболический синдром, и средний индекс массы тела был немножко даже с перевесом 34. 34. Такие чуть-чуть полные люди подобрались. Вот. Значит. И базовое состояние печени на момент входа в исследование была первая степень фиброза, у 60% была первая степень фиброза, и у 47% была первая степень стеатоза, и у 32% была вторая степень стеатоза. То есть у этих людей уже были рубцы на печени и уже были отложения жира в печени. Так. И самой главной специфической историей, которую говорили участникам всего исследования, была следующая. Что значит, мы не стремимся снизить вес. Вот такой был постулат, когда они думали о диете, говорили, не стремимся какую-то диету делать специальную, чтобы снижать вес, вы просто едите и едите до отсечки, до чувства насыщения. То есть отсечка была, почувствовала насыщение. Ели столько, сколько хотят, как бы, и пока чувства насыщения не возникнет. Достаточно интересный подход. Вот. Но и, в общем-то, в итоге получилось, что те люди, которые сидели на диете с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, если взять общее количество калорий за день, то 60% калорий, 61% калорий, они получали из жира. Это прям очень много жира. Это прям четверть литра масла. Вот прям, если сравнивать. Очень мало они получали, 13% калорий из углеводов и 23% по калориям из белка. И это было в группе, в которой было мало углеводов. Ну, 13% это действительно очень мало. И много жиров. 61% это действительно прям реально много. Прямо обжираться жирами. А группа, в которой была мало, маложировая группа, они из жира получали всего 29%. Ну и, соответственно, по калориям. И, соответственно, остальная часть, чем-то, должна была заполняться. И в итоге у них получалось 46% по углеводам и 21% по белку. Вот. И, как отмечает вот доктор Хансен, говорит, реально было тяжело изменить точку отсчета здесь. Потому что людям было сложно начать есть так много жиров. Морально и психологически было сложно начать так есть много жиров. Прямо потому что объедаться. Представляете, 60% по калориям это были жиры. Как-то я камеру плохо поставил, да? Куда-то не туда смотрю. Ну ладно. А при этом им не запрещали есть насыщенные, ненасыщенные жиры. Было неважно. Говорили просто, что предпочтительнее ненасыщенные жиры. Ну, то есть, вот эти авокадо, масла, орехи, семена. Но насыщенные жиры, там, сыр, крем, молочка, им не запрещали. То есть, тоже можно было есть. Вот. Но самое главное было уменьшить количество углеводов. Поэтому им разрешали есть овощи, разрешали есть какие-то другие углеводы. Но кроме хлеба, раз, картофеля, два, риса, три и пасты макаронов. То есть, вот эти четыре вещи устранялись. То есть, можно было есть овощи, но не есть хлеб, картофель, рис и макароны. И таким образом количество углеводов снизилось до уровня меньше, чем 20%. Оказывается, всего-то надо было убрать хлеб, картофель, рис и пасту. По итогу результат, какой получился, сравнивали, соответственно, две группы. Мало углеводов, много жиров и мало жиров просто. Значит, те, у которых было много жиров, у них уменьшилось количество жира в печени. И даже на 5,8 уменьшился вес. Хотя такой задачи специально не было. А у тех, кто просто мало ел жира, у них вес снизился за эти 6 месяцев всего на 1,8%. То есть, считайте, что незначительно. Дальше. По уровню гликированного гемоглобина, то есть, показателя обмена сахара, он снизился на 9,5 мм на литр у тех, кто был на высоко жировой диете. И это цифра, которая сопоставима с эффектом противодиабетических таблеток. В это же время, группа, которая просто мало жира ела, у них было снижение на 3,4. То есть, 9,5 и 3,1. Разница 6 мм это дофига. Вот. Но, что самое интересное, и вот даже Забиар Юнуси на конференции, это один из ведущих гипотологов в Штатах, он отметил, что обычные исследования, они какие-то краткосрочные, кратковременные, и недолго длятся там. Ну, действительно, долгое исследование сложно организовать, и оно очень высокобюджетное получается. Но было бы интересно узнать, что потом-то происходит. И вот здесь исследователи как раз посмотрели, что потом происходит. В общем-то, они через 3 месяца после окончания исследования еще раз всех участников позвали, после того, когда они уже закончили эту диету. И оказалось, что даже вот эти вот 6 месяцев, они привели к тому, что потом уровень все равно вернулся к базовым значениям, уровень гликированного гемоглобина. То есть, пока ешь вот так, как положено, соответственно, улучшение происходит. Как только ты меняешь питание, оно же не подходит к организму и провоцирует отложение жиров в печени и сахарный диабет. Поэтому, соответственно, все и возвращается уже даже через 3 месяца. То есть, это не то, чтобы устойчивый эффект. Это все-таки вот именно лайфстайл и образ жизни. Вот. И самое интересное, что по холестерину было. По холестерину... Он не повысился. Вот что самое главное. То есть, у людей, которые объедались жиром, уровень триглицеридов, он не стал выше. То есть, он какой был, такой и остался. То есть, это каким-то значимым образом не повлияло на... То есть, не ухудшило обмен холестерина, что вот парадоксально как раз. Вот. Вот такие вот результаты. Мне кажется, они достаточно интересные. И комментарии, собственно, доктора Хансена следующие. Что действительно, к многим диетам очень сложно привыкнуть. Ну, то есть, начать так есть, может быть, и можно, а придерживаться их в течение длительного времени достаточно сложно. И вот, возможно, такая диета и была бы подходящей, с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Но, к сожалению, долго ее соблюдать реально тяжело, потому что людям стартануть было тяжело, сделать так, чтобы 60% энергии они получали из жира. И соблюдать тоже будет тяжело. Но ключевое все-таки, с чем связывают эффекты от этого исследования, не то, что там вы едите жиры столько, сколько хотите, а с тем, что вы убираете углеводы все-таки. То есть, в первую очередь, это низкоуглеводная диета, а во вторую очередь, многожировая. Вот такие дела. Ну, и, наверное, такой вот такой философский вывод, который сделал Забиарденусси из этого исследования, что жир в питании – это не тот же самый жир, что в печени. И самое главное, что если жира в питании много, ну, прям вот реально много, то это как-то позволяет контролировать уровень сахара. Вот такой вот вывод. Ну что же, дорогие участники марафона, мы с вами продолжим, наверное, разбирать исследования, ну, как бы в зависимости от моей занятости и загруженности. Поэтому смотрите, пишите темы, которые вам будут более интересны. И дальше продолжим разбираться с этими и другими проблемами уже в рамках марафона.